Чуковский Корней Иванович. Тараканище. Часть первая. Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот с задом наперёд, а за ними комарики на воздушном шарике, а за ними раки на хромой собаке, волки на кобыле, львы в автомобиле, в зайчики, в трамвайчике, жабы на метле. Едут и смеются, пряники жуют. Вдруг из-под воротни страшный великан, рыжий усатый таракан, 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 тараканище. Он рычит и кричит, и усами шевелит. Погодите, не спешите, я вас мигом проглочу, 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 не помилую. Звери задрожали, в обморок упали, волки от испуга скушали друг друга. Бедный крокодил жабы проглотил, а слоник вся дрожа, так и сел на ежа. Только раки-забияки не боятся боя драки, хоть и пятятся назад, но усами шевелят и кричат великанам с адмом. «Не кричи и не рычи, мы и сами усачи, можем мы и сами шевелить усами». И назад еще больше попятились. И сказал гиппопотам крокодилам и китам, «Кто злодея не боится и с чудовищем сродится, я тому покатерю двух лягушек подарю и еловую шишку пожалую». «Не боимся мы его, великана твоего, мы зубами, мы клыками, мы копытами его». И веселую гурьбой звери кинулись в бой. Но увидев усача, ай-яй-яй, звери дали стрякача, ай-яй-яй, по лесам, по полям разбежались, тараканьях усов испугались. И вскричал гиппопотам, что за стыд, что за срам. «Эй, быки и носороги, выходите из берлоги и врага на рога поднимите-ка». Но быки и носороги отвечают из берлоги, «Мы врага бы на рога бы, только шкура дорога, и рога нынче тоже недешевы». И сидят и дрожат под кусточками, «За болотными прячутся кочками, крокодилы в крапиву забились, и в канаве слоны схоронились, только и слышно, как зубы стучат, только и слышно, как уши дрожат. И лихие обезьямы подхватили чемоданы и скорее со всех ног наутек, а акула увильнула, только хвостиком махнула, а за ней в город катится, так и пятится, так и пятится. Часть вторая. Вот и стал таракан победителем, и лесов, и полей победителем. Покорились и звери усатому, чтобы ему провалиться проклятому, а он между ними похаживает, золоченая брюшка поглаживает. «Принесите ко мне зверей ваших дедушек, я сегодня их за ужином скушаю». Бедные, бедные звери, воют, рычат, ревут, в каждой берлоге, в каждой пещере злого обжору клянут. Да и какая же мать согласится отдать своего дорогого ребенка, медвежонка, волчонка, слоненка, чтобы несытая чучела бедную крошку замучила? Плачут они, убиваются, с малышами навеки прощаются. Однажды поутру прискакала кенгуру, увидала усача, закричала скорича, «Разве это великан? Ха-ха-ха! Это просто таракан! Ха-ха-ха! Таракан, таракан, таракашечка!» Жидконогая козявочка-букашечка. «Не стыдного, не обидного! Вы зубастые, вы клыкастые! А малявочки поклонились, а козявочки покорились!» Испугались бегемоты, зашептали, «Что ты, что ты, уходи-ка ты отсюда! Как бы не было нам худо! Только вдруг из-за кусточка, из-за синего лесочка, из далеких из полей прилетает воробей!» Прыг-да-прыг, да чик-чирик, чики-ри-ки, чик-чирик! Взял и клюнул таракана, вот и нету великана. Под делом великана досталось, и усов от него не осталось. То-то рада, то-то рада вся звериная семья! Прославляют, поздравляют удалого воробья! А слоим славу по нотам поют, козлы бородой дорогу метут, бараны, бараны, стучат в барабаны, сычи, трубачи, трубят, грачи, скаланчи, кричат. Летучие мыши на крыше платочками машут и пляшут, а слониха щеголиха так отплясывает лихо, что румяная луна в небе задрожала, и на бедного слона кубарем упала. Вот была потом забота за луной нырять в болото и гвоздями к небесам приколачивать. Субтитры создавал DimaTorzok